И снова всем привет, друзья! Вы помните, как мечтали в детстве научиться летать? А некоторые и до сих пор летают во сне. И, пожалуй, каждый в детстве мечтал о каком-то летающем устройстве, которое могло бы вас поднять в воздух. И это должно быть что-то маленькое, а не огромный параплан с тяжелым мотором за спиной. И до недавнего времени это казалось фантастикой. Но уже сегодня эти мечты становятся реальными. И в ближайшем будущем каждый сможет себе позволить устройство типа гироскутера. Только оно вас будет перемещать не по земле, а по воздуху. Сегодня я вам расскажу про несколько таких устройств, которые называются хаверборды. Они позволяют заглянуть в ближайшее будущее и могут поднимать человека в воздух. Вы на канале ТипТоп, а значит будет интересно. И мы начинаем наш топ удивительных и невероятных хавербордов. Впервые эту фантастическую идею показали в фильме «Назад в будущее» в 1985 году. И после выхода этого фильма на экраны, множество различных компаний и одиночных изобретателей работали над воплощением этой идеи. Но конечные результаты были далеки от реализации этой задумки. Технический прогресс того времени еще не позволял изобретать такие сложные устройства. Но уже сегодня будущее приоткрывает свои двери. Французский изобретатель Фрэнки Запата представил миру свое уникальное изобретение под названием «Запата Флейборд Эйр». Он поднялся в воздух, стоя на крошечном реактивном устройстве, прикрепленном к его ногам. И многие люди не могли поверить, увидев этот полет на видео. Но Запата не только доказал реальные свои разработки, но и побил мировой рекорд по дальности полета на хаверборде. Скептики увидели все сами своими глазами. А представители книги рекордов Гиннесса зафиксировали этот факт. Толпа зевак, снимавших все происходящее на свои смартфоны и камеры, тоже подтвердили реальность этого хаверборда. Фрэнки пролетел на своем изобретении расстояние в 2 километра 252 метра за 3 минуты 55 секунд. Чем и увековечил свое имя в знаменитой книге рекордов. Также журналистам вблизи была показана подробная схема этого изобретения. Флейборд Эйр парит в воздухе благодаря четырем реактивным двигателям. Каждый из которых обладает мощностью в 250 лошадиных сил. Управляется хаверборд при помощи пульта дистанционного управления, вложенного в руку пилота, а также с помощью наклоноплатформы ногами. Время полета ограничивается запасом топлива, которое находится в баке, закрепленном на спине пилота. Удержать эту платформу в равновесии помогает автоматическая система из нескольких гироскопов, работающая от встроенных аккумуляторов. Омни Хавербордс Ранее, до появления хаверборда, о котором я рассказал в начале, рекорд по дальности полета принадлежал именно этому изобретению. Его разработчиком является канадский изобретатель-энтузиаст Каталин Александр Дуру. Его хаверборд имеет раму из аглеродного волокна и 8 винтов, которые приводятся в движение от аккумуляторных батарей. В сумме эти винты генерируют мощность около 40 лошадиных сил. В руке пилота размещается пульт, которым он регулирует скорость вращения винтов и высоту полета. Крепление и расположение ног такое же, как на сноуборде. Хоть этот хаверборд и потерял свой рекорд по дальности полета, но технология с электрическим приводом нацелена на будущее. И с развитием более емких аккумуляторов будет увеличиваться мощность этого устройства и дальность полета, что в принципе удобнее и безопаснее топливного бака за спиной. Следующее чудо техники представила калифорнийская компания AeroFX и называется этот аппарат AeroX. Это устройство уже имеет более внушительные габариты, чем предыдущие летающие аппараты. Ну и относится это изобретение немножко к другому классу, под названием хавербайк, что переводится как парящий или воздушный мотоцикл. В продажу эта новинка поступит в 2017 году по цене 85 тысяч долларов. Разместиться на нем смогут сразу два человека, пилот и пассажир. Поднимать в воздух этот аппарат будут два канальных ротора на высоту до 4 метров и обеспечат скорость передвижения до 75 километров в час. В воздушном мотоцикле реализована сложная система стабилизации в воздухе, которая включает в себя гироскопы и акселерометры, которые будут передавать информацию о положении в пространстве на бортовой компьютер, который в свою очередь будет просчитывать все воздушные потоки и крены, обеспечивая стабильное положение в воздухе, даже при сильном ветре. Такая система стабилизации позволит любому человеку, севшему впервые за рулетого воздушного мотоцикла, почувствовать себя уверенно, даже без предварительной подготовки. Следующая леталка от компании ArcoSpace и называется она ArcoBord. Эта компания представила миру первую коммерческую летающую доску, которую может купить каждый желающий примерно за 20 тысяч долларов. Из всех представленных изобретений в этом топе, детище компании ArcoSpace больше всех похоже на летающую доску. На корпусе нет никаких креплений для ног, просто ровная поверхность, на которую нужно встать. Батареи и электрические вентиляторы спрятаны в корпусе. Силовая установка из 36 вентиляторов создает приличную тягу, которая может поднять человека, стоящего на этой доске в воздух, на высоту до 50 сантиметров. Немного, конечно, но зато падать невысоко. Время парения над землей на этом устройстве ограничено мощностью батарей и составляет примерно 3 минуты и способна поднять над землей человека до 80 килограмм. Есть и более дорогая версия, которая уже сможет поднять до 120 килограмм веса и время полета увеличено до 6 минут. Система стабилизации в этом устройстве далека от совершенства и все, что требуется от пилота, стоящего на этой доске, это балансировать и постараться не упасть. Глядя на представленное рекламное видео, вряд ли можно назвать такой полет управляемым, но все же начало положено и со временем эти устройства будут улучшаться. Будет уменьшаться их размер и увеличиваться мощность. Еще каких-то лет 30 назад, когда на экраны вышел фильм «Назад в будущее», кадры полетов на досках выглядели откровенной фантастикой. И вряд ли кто-то мог предположить, что это может когда-то осуществиться. Но уже сегодня мы можем с уверенностью сказать, что это будущая реальность. Остался только вопрос времени. Друзья, а теперь я вам расскажу про условия конкурса, призом за который станет 500 рублей. Условия конкурса просты. Начиная со следующего ролика, я в любой его части буду размещать числовую комбинацию, где каждому числу соответствует какая-то буква. Вам нужно просто в той же последовательности заменить числа на буквы, используя эту таблицу. И кто первый напишет зашифрованное мною слово в комментариях под роликом с шифровкой, тот и получает приз в 500 рублей на любой удобный для него кошелек. В дальнейшем такие шифровки будут появляться в последующих моих роликах. Но не во всех подряд, а периодически. И кто первый заметит шифровку и напишет в комментариях загаданное мной слово, тот и получает приз. Пока на канале немного подписчиков, конкуренция небольшая, и вы вполне можете стать первым. Если что-то непонятно в условиях конкурса, пишите в комментариях или в ВК, объясню лично. Ну а на этом на сегодня все. Всем спасибо за внимание, поддержите видео лайками. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok